Всем привет! Меня зовут Тоня и, наконец-то, видео с нашими сборами. Не знаю, наконец-то или нет, любите ли вы собрать чемоданы или нет, но в любом случае сегодня мне предстоит собрать чемоданы и вот этих вот, да, сейчас, вот этих вот двух дружков наверху. Но, по идее, как всё должно было происходить? Янцов должен был сегодня с утра спустить эти чемоданы сверху, потому что у нас шкаф, как вы видите, вот-вот, всего весь на шкаф, поэтому, естественно, полностью и зимняя, и летняя, и осенняя, и весенняя одежда там не помещается. Поэтому, когда не сезон, не сезонная одежда, я убираю вот эти вот в эти чемоданы. Но сегодня утром, Янцов, я не знаю, мы забегались как-то, в общем, он забыл, он забыл спустить, я забыла ему напомнить в итоге, что мы имеем сейчас, мне нужно собирать вот эти чемоданы, но мне их надо как-то спускать. Они весят по 15-20 килограмм. Я не могу это спустить, я сама вижу. Не смогу их спустить просто сама, не смогу. Поэтому у меня есть одна идея, я долго думала, что вообще мне делать, мне соседи вызывают, что мне соседи помогли вас спустить. Нет, я придумала одну идею, которую буду сейчас реализовывать, потому что, ну иначе просто никак, я не могу ждать Янцова, мне нужно собирать чемоданы сейчас. Не знаю, давайте пробовать, вдруг что-нибудь из этого выйдет. Что я хочу сделать? Я хочу раскрыть чемодан прямо вот здесь наверху на шкафу и вытаскивать, вытягивать оттуда вещи, выкидывая на кровать. В любом случае нужно их оттуда все вытащить, да, потому что нам нужны чемоданы. Тем самым он станет легче, и когда я облегчу его хотя бы до 10-8 килограмм, тогда уже я спущу его. Поехали! В общем, если гора не идет к Магомеду, ну а дальше вы сами знаете. Моя идея удалась, слава богу, теперь осталось проделать это все еще со вторым. Кстати, намного лучше, чем я думала, вещи удалось более-менее вытащить в сложенном состоянии и сложить на кровать более-менее в нормальном состоянии. Поэтому не так, что там просто гора, знаете, навалена, нет. Первый раз собираем чемоданы в этом доме, и сразу одно большое-большое отличие от нашего прошлого. В прошлом доме у нас был one room, у нас была всего одна комната, и получалось, что была кровать, чемоданы вот так раскрыты посередине, и все, больше не было пространства, нужно было бегать через них, перескакивать через них даже просто, чтобы дойти до туалета или до косметического столика и так далее. Вот, а теперь есть целая гостиная, и поэтому все будут чемоданы собираться в гостиной, а внутренняя комната останется в нормальном состоянии. Итак, что же мы везем с собой из Кореи? Пока что вот начинаю только раскладывать все по чемоданам, вывалила сюда еще не все, еще кое-что есть, но боюсь, что потом разложится все, забуду что-то показать, поэтому так, в момент собирания показываю. Одежды очень мало, вот здесь, вот здесь, вот здесь немножко одежды, там кое-что спрятано, потому что там подарок, не могу показывать заранее. Мало ли, мало ли все-таки увидят это видео заранее, чем мы подарим подарок. Вот, одежды поэтому по чуть-чуть, что здесь из основного? Вот это самая большая, большая гора вкусностей, это в подарки, в подарки на встречу, которая будет 5 января. Тут вот и печеньки вам везу, и всякие снеки, в общем, всякие-всякие вкусности везу вам в подарки. Надеюсь, все ухватит, должно хватить на всех. Горячие пакеты везу и маме, и бабушке, на холодную русскую зиму. Но на самом деле в этом году в Питере не очень холодно, поэтому не знаю. Может быть, и за следующие прилежат. И также несколько горячих пакетов тоже подарю на встрече. Вещь хорошая. Что здесь еще? Разные. Вот здесь немножко косметики есть, с моим знакомым. Есть немножко разных гостинцев. Рамен тоже в подарок кому-то там везу и нам поесть. В общем, тут еще немножко гостинцев знакомым. Потом, потом здесь подарок, подарок папе. Я надеюсь, это видео выйдет тогда, когда мы уже приедем. Так, это Соджи тоже попросила знакомая. Рис везем вот такой вот. Он уже как бы приготовлен, приготовленный, его нужно открыть и в микроволновке прокрутить, по-моему, полторы или две минуты, где здесь написано. Вот-вот-вот-вот-вот здесь. Две минуты, две минуты. Кофе. Большой кофе одной маме, одной бабушке. Не то, чтобы это супер какой-то кофе, и в Питере нету, но оно понравилось, поэтому в качестве гостинца можно привезти, потому что иначе из еды что-то еще, что бы такое понравилось бабушке и маме, я не знаю. Поэтому им кофе вот это понравилось, они сказали, да, давай. Поэтому в качестве гостинца, в качестве гостинца. В России, конечно, есть похоже, но в качестве гостинца, что вот привезено именно из Кореи, это вот особенно. Потом для себя, для себя взяли к мясу соус вкусный, с ним будем кушать сам гюбсаль в Питере. И что еще? А, кимчи! Пока что оно еще лежит в холодильнике, сейчас я его скоро, завтра, наверное, вытащу, в общем, две вот такие упаковки, кимчи тоже везем, и мама любит, мама покушает, и мы тоже немножко поедим, плюс вот такие вот супчики, тоже. В основном, наверное, будем не мы есть, оставим их маме, маме они очень понравились, в прошлый раз, потому что приготовить ее достаточно сложно, это, а так высыпал, высыпал, вылил, вылил в кастрюльку, разогрел, и все очень вкусно тут разное. Тоже пойдет в чемодан. Ой, я запыхалась, все, у меня дыхалка садится. Потом, конечно же, с нами сейчас пойдет вся моя косметическая зона, вся косметика со мной пойдет, всякие крема, тонеры и так далее, если хотите, могу показать. Вот эту вот линейку я забираю с собой, крем, вот этот вот, тонер, очищающие тоже с собой, все везу, потому что, ну, потому что, да, я этим ухаживаю за кожей лица, поэтому без этого было бы вообще не айс. Линзы, салфетки, зубные щетки, средства для умывания в самолете, также мы в самолет обязательно берем черные маски тканевые, почему, чтобы не сушило нос, потому что в самолете достаточно сухой воздух, вот, и также все, все, вроде бы, вроде бы реально все, на самом деле, не так уж много, а, самое, самое, самое важное, это средства съемки. Все мои стабилизаторы, селфи-палки и так далее, все, конечно, тоже поднятут со мной. Пошла я все это упаковывать, надеюсь, ничего не забыла, спасибо, что посмотрели это видео, всех люблю-люблю, пока-пока. Ну что, для тех, кто досмотрел до конца, вот такой вот результат получился, буквально тут еще сверху накидано, почему, потому что завтра с утра еще осталось, что нужно будет доложить завтра с утра, а так все прекрасно влезло, гуд-гуд. и, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok